здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня мы рассмотрим с вами устройство принцип действия и настройку машины а1 бмш мокрого шелушения зерна машина мокрого шелушения зерна предназначена для мойки зерна отжима и шелушение его поверхности поскольку процесс размола зерна и его промежуточных продуктов построен по принципу последовательного измельчения то его необходимо вести так чтобы частицы эндосперма дробились значительно легче и мельче чем оболочечные частицы зерна носители высокозольных его частей что достигается в результате обработки зерна водой с последующим отволаживанием первичное увлажнение зерна примерно на полтора два процента с одновременным шелушением поверхности зерна в машинах мокрого шелушения а1 бмш позволяет снять дополнительно около 0 целых одной десятой процента оболочек машина мокрого шелушения а1 бмш состоит из следующих основных узлов корпуса станины ротора сетового цилиндра и привода корпус 22 выполнен из чугунного литья с помощью трех пустотелых стоек 20 он соединен с чугунной траверсой 8 корпус траверса и стойки образуют станину машины который крепится все ее функциональные узлы сверху траверсы болтами прикреплена стальная крышка 6 которая с траверсой образуют кольцевой канал для разгрузки зерна на крышке размещены верхний подшипниковый узел 4 и кронштейн для крепления электродвигателя снаружи пространство между корпусом и траверсой закрыто кожухом 23 основной рабочий орган бичевой ротор он состоит из сплошного стального вала 24 на котором закреплены 5 чугунных розеток 25 к розеткам болтами крепится 10 вертикальных стальных пластин бичей 11 внизу бичи соединены стальным кольцом на каждом биче имеется 15 гонков 13 14 согнутых в виде уголка гонки установлены под углом 40 градусов к горизонту и служат для транспортирования зерна снизу вверх а также для отбрасывания его к сетовому цилиндру гонки четырех нижних рядов выполнены из нержавеющей стали остальные из стали 45 вверху на пяти бичах прикреплены чугунные лопатки 5 которые направляют зерно в выпускной патрубок на нижних гонках 14 установлены регулируемые пластины на двух нижних розетках внутри бичевого ротора имеется по 5 гонков с помощью которых зерно находящиеся в центре машины возвращается в рабочую зону нижняя часть ротора на высоте 300 миллиметров вращается в кольцевом канале между стенками внутреннего 18 и внешнего 19 цилиндров это моечная зона уровень воды в ней изменяют установкой съемных крышек сплошной или перфорированной избыток воды сливается через верхний край внутреннего цилиндра 18 и через отверстие в съемной крышке вал ротора вращается в верхнем 4 и нижнем 17 подшипниковых узлах сферический роликовый подшипник верхнего подшипникового узла воспринимает радиальные и осевые нагрузки ротора в нижнем подшипниковом узле установлен сферический шариковый подшипник воспринимающий только радиальные нагрузки. После сборки ротор обязательно подвергают динамической балансировке. Сетовой цилиндр 10 состоит из двух полуцилиндров, которые соединены болтами с помощью двух регулировочных планок. На поверхности цилиндра выштампованы чешуйчатые отверстия. Размером 1,1 на 10 мм. Сетовой цилиндр установлен открытой частью чешуйчатых отверстий по ходу вращения ротора. Между кожухом 23 и сетовым цилиндром 10 образован кольцеобразный канал, через который удаляются отработавшая вода и отходы. Для удаления оболочек предназначено смывающее устройство, состоящее из аппарата управления 7 и разъемного пластмассового трубчатого кольца 9 с двумя рядами отверстий. Аппарат управления состоит из мембранного вентиля с электромагнитным приводом, фильтра и запорного вентиля. Управляется смывающая система с помощью реле. Привод ротора осуществляется от асинхронного электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2. Электродвигатель установлен на поворотной плите, которая шарнирно связана с кронштейном крышки машины. Натяжение ремней производится поворотом плиты. Технологический процесс мокрого шелушения зерна осуществляется следующим образом. Зерно и вода одновременно подаются в приемный патрубок. Зерно подхватывается гонками и поднимается вверх, последовательно проходя зоны мойки, отжима и шелушения. После обработки лопатки верхней части ротора выводят очищенное зерно в патрубок. В процессе обработки зерно многократно отбрасывается гонками и ударяется о внутреннюю поверхность сетового цилиндра. В результате ударного воздействия и интенсивного взаимного трения зерен происходит очистка их поверхности от минерального загрязнения, надорванных оболочек, частиц зародыша и бородки. С поверхности зерна удаляется избыточная влага. Отходы проходят через чешуйчатые отверстия сетового цилиндра и падают вниз. А частицы, осевшие на внешней поверхности сита и корпуса, периодически смываются водой и выводятся вместе с основной массой отходов через кольцевой канал между конусами 15 и 16. Отработавшая вода из моечной зоны выпускается через внутренний конус 15. Эффективность работы машины А1 БМШ по данным испытаний оценивается увлажнением зерна на 1,6-2 процента, количеством отходов 0,1 процента, зольностью отходов 3 процента, снижением зольности зерна на 0,05-0,05 процента. Технологическая эффективность существенно зависит от нагрузки, частоты вращения ротора машины, зазора между гонками и сетовым цилиндром, угла наклона гонков и другие. Настройка и регулирование машины А1 БМШ заключается в следующем. После монтажа проверяют затяжку резьбовых соединений, направление и частоту вращения вала ротора, натяжение кленовых ремней, зазоры между нижними гонками и днищем, между верхними лопатками и траверсой. При необходимости зазоры регулируют. Затем проверяют расположение чешуйчатых отверстий, открытой частью по ходу должно быть несвойственных шумов, стуков, вибраций, течи смазки, нагрева отшипников более 60 градусов Цельсия, протечек воды в подводящих трубах. Необходимо проверить интервал времени между включениями смывающего устройства не более 17 минут и продолжительностью подачи воды не более одной минуты. Пуск и остановка машины производится без зерна. В процессе наладки машины под нагрузкой необходимо отрегулировать вентилем подачу воды в зону мойки так, чтобы ее расход по ротометру 12 составлял около 0,2 литра на 1 килограмм зерна. Положение поплавка ротометра 40-42 деления шкалы. Уровень воды в моечной ванне устанавливают в зависимости от приращения влажности в машине А1 БМШ. Контролируют эту величину лабораторным анализом влажности зерна до и после машины. Если приращения влажности недостаточно, в моечной зоне устанавливают сплошную съемную крышку, повышая тем самым уровень воды. При высокой влажности зерна используют крышку с отверстиями. Отличительной особенностью машин мокрого шелушения является совмещение функций мойки и шелушения зерна. Причем обеспечивается большее, чем в моечной машине, снижение зольности, практически такое же увлажнение и меньшее травмирование зерна, небольшой удельный расход воды и соответственно меньшее количество моечных вод. Техническая характеристика машины А1 БМШ представлена в таблице на слайде. Производительность машины не менее 5,2 тонн в час. Расход воды на мойку 1200 литров в час, на смывание шелухи 300 литров в час, на увлажнение не более 2%. Мощность электродвигателя 11 киловатт, габаритные размеры 1 метр 90 сантиметров на 1 метр 30 сантиметров на 2 метра 35 сантиметров. Масса 1,7 тонны. Мы рассмотрели с вами устройство, настройку и регулирование. Спасибо за внимание. Вы также можете ознакомиться с другими видео, которые посвящены описанию устройства и настройки оборудования пищевого производства. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!